сегодня проверка номер один у нас по гидрантам на этом объекте потому что у нас на него повышен номер выезда и проверяем каждый месяц гидрант а вообще сейчас положительные отрицательные какие-то ну сейчас положительные из-за чего приехали что они сделали дополнительный насос поставили как бы это самое усиливающее давление в системе снабжения очень будем проверять сколько литров секунду он выдает на автомобиль ну понял а у них вообще проблем много было вообще раньше по пожарной безопасности но мы собственно не проверяем наше дело тушить есть госпошинодзор по этому поводу как бы ну в общем то проблем много не было собственно объект такой но собственно не очень проблемные по этому поводу то есть у них есть и водоемы по пожарные гидранты они установили в этом отношении что сейчас будут капать еще на 50 кубов и водоем то есть мы даже тренируемся ночные птз проводим по эвакуации по всем этим делам но никогда таких проблем не было конечно вот как для нас как для чисто для тушения пожаров а вот госпошнодзор конечно в нд она закончилось рассмотрение сегодня двух административных дел в отношении центра новая жизнь одно дело было полностью прекращено поскольку суд установил что не было событий состава правонарушения центра новая жизнь никаких нарушений не установлены поэтому все время с постановлением прекращение ко второму суд пришел к выводу о том что нарушение были но отказал в претензиях мчс о прекращении деятельности реабилитационного центра такие вот точнее при остановлении деятельности реабилитационного центра установил что нарушения были допущены они устранимы тем не менее определил штафт в сумме 170 тысяч рублей суммы конечно огромный очень Если учесть, что все это зарабатывается сотрудниками, волонтерами, стажерами, реабилитантами. Сергей Шатурович, закончился судебный процесс, прокомментировали все это? Сегодня было два судебных процесса. Один был утром, который мы выиграли, и судья отклонила требования МЧС при остановке деятельности центра. Сейчас было второе заседание суда, где судья также отклонила приостановку деятельности центра, что большой плюс является. Но, тем не менее, мы получили штраф в 170 тысяч. То есть она, ну, еще не получили, но решение вот такое будет. Но мы, конечно, это будем обжаловать, но самое главное, что при остановке центра не произошло, это то, чего они добивались. А вот МЧС, прокуратура добивались, в общем-то, при остановке центра. Этого не произошло, слава богу. То есть вы довольны? Мы довольны обоими решениями. Второе решение мы будем опротестовывать в областном суде. Вообще, я считаю, что судья вообще просто молодец, снимаю шляпу, достойный судья. Не совсем решение полностью в нашу пользу, но это не последняя инстанция. Вы сегодня защищали, значит, оно новую жизнь. Можете как-то прокомментировать общий сегодняшний процесс? Я могу сказать, что цель, которой добивались органы, которые спровоцировали эту самую проверку, достигнута не была. Они хотели запрета приостановления деятельности. Однако это у них не получилось. Первое дело об административном праве нарушения санкций, за которые административное приостановление деятельности, с треском провалилось. Никто доказать какой-то опасности для лиц, находящихся в реабилитационном центре, МЧС не смогли доказать эту опасность. Я полагаю, что и не докажут впоследствии. По второму делу, к сожалению, было вынесено решение о взыскании административного штрафа, однако административного приостановления не было, что само по себе говорит о том, что реабилитационный центр не создает какой-либо опасности для людей, которые там находятся. И каких-то неблагоприятных последствий, связанных с нахождением людей в данном реабилитационном центре, не было, нет и в ближайшее время не предвидится. Тяжелый был процесс для вас, как для защитника, для адвоката. Сегодняшние два судебных заседания оставили противоречивые чувства. Можно с удовлетворением констатировать то обстоятельство, что судебная система осталась единственной, как бы сказать, объективной реальностью, не позволяющей добить общественные инициативы Российской Федерации. Только суд является единственным местом, где автономные некоммерческие организации, другие некоммерческие организации могут найти хоть какую-то защиту. Сегодня состоялось два судебных заседания, как вам уже известно. По первому судебному заседанию было производство прекращено. Суд полностью принял наши доводы. По второму суд принял наши доводы частично. Мы обязательно будем обжаловать это решение суда, потому что оно нас не полностью удовлетворяет. В силу того, что все возможные нарушения, которые можно допустить при организации проведения проверок и фиксации результатов, органами МЧС были допущены. Это является безусловным основанием для отмены, для признания результатов проверки незаконными, недействительными. И мы намерены отстаивать в областном суде Ленинградской области эти обстоятельства. Но в целом положительный момент, что все-таки АНО «Новая жизнь» доказала, что в настоящее время отсутствуют основания для приостановления деятельности этой организации. Мы доказали сегодня в суде, что организация в целом выполняет требования пожарной безопасности, что обстоятельства, встающие в опасность жизни, здоровье регулетантов, отсутствуют. Мы намерены доказать полную невиновность в областном суде Ленинградской области. Как вам работа судьи, которая вела это дело? Могу оценить работу Тенгисепского городского суда на высоком уровне. Суд очень четко реагировал на выступления сторон, корректировал, когда мы выходили за рамки, большинство ходатайств сторон удовлетворялось. Суд прислушивался к мнению как органов МЧС, так и лица, привлекаемого к ответственности. Никаких претензий, как у специалиста к органам правосудия в настоящее время, конечно, помимо второго решения, второго постановления у нас нет. Поэтому хочется сказать только слава благодарности Тенгисепскому городскому суду за высокое качество рассмотрения. А в данный момент у вас проходят проверки на сегодняшний день? Еще какие-то дополнительные или приостановки? На один месяц у нас было 18 проверок, по которым мы получили одно уголовное дело, возбужденное, и массу административных, массу административных. Вот это всего лишь было два суда, еще шесть судов в арбитральном суде будем также с МЧС вести. Мы надеемся, что мы выиграем, потому что мы понимаем, что это заказ. Любой заказ делается очень грубо, с большими нарушениями. И расчет идет на то, что люди, по отношению к которым этот заказ осуществляется, что они не будут, они просто упадут, испугаются, их затопчут, просто забьют ногами. В нашем случае этого не пройдет. Мы не те люди, которые падаем при первой же пугалке и кричим «караул». Мы будем протестовывать каждое постановление, которое против нас выписывают вот эти структуры, которые, в общем-то, должны защищать народ, а не репрессировать его только. Мы за репрессивные методы, если они действительно соответствуют букве и духу закона. Самое главное – духу закона. Потому что коррупционеры, они как раз-то основываются на букве закона. А смысл закона, они, естественно, не берут в учет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok